Всем привет, с вами Мистер Икс. Мы продолжаем уроки по самолетам Ил-2 штурмовик битвы за Сталинград. И сегодня мы будем знакомиться с самолетом Як-1. Самолет Як-1 представляет собой одноместный одномоторный истребитель-перехватчик смешанной конструкции. Основной частью фюзеляжа является сварной металлический каркас, представляющий одно целое с моторамой. Моторная рама приварена к каркасу фюзеляжа в шести точках и представляет собой жесткую систему, предохраняющую картер мотора от дополнительных нагрузок. Крыло самолета деревянной конструкции, неразъемное, трапециевидное в плане формы с закругленными концами, двухлонжероны с жесткой работающей обшивкой. Обшивка крыла фанерная. К каркасу крыла обшивка приклеивается к азииновым клеем и стыкуется на лонжеронах, которым дополнительно крепятся шурупами. Обшивка оклеивается меткалем и шпаклюется. Элероны типа Фрайц. В целях простоты навески и исключения возможного заклинивания, элероны сделаны разъемными, состоящими из двух частей, корневой и консольной. Каркас элерона дюралевый. До обшивки элерона нервюрый и хвостовой обод обматываются киперной лентой, поверху которой ей прошивается полотно. Швы заклеиваются полотняной лентой на эмолите. Хвостовое оперение свободонесучее, трапециевидное в плане формы с закругленными концами. Стабилизатор деревянной конструкции состоит из двухлонжеронов коробчатого типа, нервюр, стрингеров и обшивки. Кельт также деревянный и по конструкции аналогичен стабилизатору. Руль высоты имеет дюралевый каркас и полотняную обшивку. На самолете установлен мотор М105ПФ. Это четырехтактный двигатель внутреннего сгорания с водяным охлаждением и 12 цилиндрами, расположенные в двух блоках под углом 60 градусов. М105ПФ является высотным мотором. Мощность его до расчетной высоты поддерживается с помощью нагнетателя. Переключение нагнетателя происходит на высоте 2300 метров. В игре на Як-1 стоит винт ВИС-61П и в отличие от винта ВИС-605, который стоит на ЛАГ-3 и работает по прямой схеме, ВИС-61П работает по обратной схеме. Гидравлика переставляет винт на большой шаг, а центробежные силы на малой. Регулятор оборотов Р7 поддерживает заданное число оборотов в пределах от 1600 до 2700 оборотов в минуту. Вращение винта направлено в левую сторону. Питание двигателя производится принудительно при помощи бензонасоса БНК-12А, приводимого в действие двигателем. Запас топлива содержится в четырех баках, размещенных в крыле и попарно соединенных трубками. Таким образом, баки обрабатывают две группы, правую и левую, расходование топлива из которых может быть произведено раздельно или одновременно. Для управления расходованием топлива предусмотрен кран, управляемый из кабины летчика. Освобождающееся пространство баков при расходовании топлива заполняется нейтральным газом. Взрывобезопасность баков достигается благодаря наличию в составе выхлопных газов, азота 70% и углекислоты 6%, являющиеся нейтральными относительно воспламенения паров топлива. Остаток топлива контролируется по бензометру, который расположен на крыле как с правой, так и с левой стороны. Моторная установка закрыта капотом, который состоит из жесткого каркаса, съемных крышек и коковинта. Крышка капота изготовлена из дюралевых листов толщиной в 1 мм. Система охлаждения мотора закрытого типа. Охлаждающая жидкость – вода. При низких температурах используется антифриз. Емкость системы около 75 литров. Водорадиатор заключен в туннель подвесного типа под фюзеляжем, за крылом. На выходе туннеля расположена заслонка, управляемая из кабины летчика. Маслорадиатор установлен в туннеле с регулируемым выходом под переднюю часть мотора. Управление створкой тросовое, от штурвала на правом борту кабины. Работа системы контролируется по манометру и термометру, объединенными в одном корпусе трехстрелочного индикатора. Шасси трехопорные, с хвостовой опорой. Основные опоры шасси убираются в носок крыла по направлению к фюзеляжу при помощи складывания подкосов воздушными цилиндрами. Хвостовая стойка неубираемая, хвостовое колесо фиксируется. Тормоза самолета воздушно-камерного типа. При нейтральном положении педали сжатый воздух, проходя через дифференциал, поступает на торможение обоих колес. Для растормаживания колес необходимо только освободить тормозной рычажок на ручке управления. При торможении правого колеса дается правая нога. Левый клапан с манжетой опустится ниже бокового отверстия, и левое колесо, если колеса были ранее заторможены, растормозится. Правое же будет заторможено. Из радиооборудования на самолете устанавливались приемник РСИ-4 «Малютка», передатчик РСИ-3 «Орел» и радиополукомпас РПК-10. На самолете устанавливался кислородный прибор КПА-3 для пополнения недостающего в условиях высокого полета количества кислорода, необходимого для нормального дыхания человека. Вооружение состоит из пушки и двух пулеметов. Пушка типа ШВАК калибра 20 мм, установленная на моторе, стреляет через полувал редуктора и втулку винта. Количество снарядов 120 штук. Стрельные гильзы и звенья ленты выбрасываются под крыло. Два пулемета типа ШКАС калибра 7,62 мм установлены по бортам фюзеляжа над мотором. Количество патронов 750 штук на каждый пулемет. Для исключения попадания пулю в винт на моторе установлен синхронизатор, связанный со спуском пулеметов. Як-1 может нести две 50-килограммовые осколочные фугасные авиабомбы ФАП-50СВ и две 104-килограммовые осколочные фугасные авиабомбы ФАП-100М. Также Як-1 может нести до 6-7-килограммовых неуправляемых авиационных ракет Рос-82. Максимальная его взлетная масса составляет 3170 кг. Як-1 может развивать у Земли скорость до 516 км в час. Максимальная путевая скорость на высоте 1500 метров равняется 549 км в час, на высоте 4584 км в час. Предельная скорость пикирования 720 км в час. Время виража у Земли 21 секунда. Теперь давайте перейдем в кабину и познакомимся с приборами. Итак, мы появились в кабине самолета. Давайте ознакомимся с приборной доской, с органами управления, которые помогают нам в управлении самолетом. И начнем мы с левой стороны. Итак, с левой стороны. Что мы имеем? С левой стороны, сразу под сидением с левой стороны, мы имеем такую ручку, рычаг, которая отвечает за блокировку и разблокировку хвостового колеса. Зачем оно надо нам? Нам нужно это обязательно. Например, в таких целях. Когда вы появляетесь на филде, на аэродроме, по умолчанию, ваше хвостовое колесо заблокировано. Но бывают такие случаи, что перед вами стоит какой-нибудь самолет и никуда не хочет ехать. А с заблокированным колесом вам будет сложнее его обрулить. И для того, чтобы его обрулить намного проще, вам нужно колесо разблокировать. Для этого вам нужно настроить клавишу. Заходим в настройки, назначение клавиш, основное управление. Дальше тянем вниз, доходим до осей и сразу над ней будет фиксатор хвостового колеса зафиксированно, свободно. Назначаем кнопку, жмем применить. Все, кнопка у нас назначена. Мы без проблем можем обрулить самолет. Как только мы его обрулили, не забудьте хвостовое колесо обратно зафиксировать. Итак, идем дальше. Дальше на левой стороне, на левом борту у нас есть выпуск щитков. Дальше у нас здесь сектор высотного корректора, то есть управление высотным корректором. Обогащаем, объединяем смесь. Кто не видел мой урок по ЛАГ-3, обязательно посмотрите. Я здесь не буду рассказывать про все нюансы с высотным корректором, с нагнетателем. То есть все такие моменты, которые обязательно я описал в первом уроке по ЛАГ-3, поэтому в следующих уроках я этого делать не буду. Итак, высотный корректор. Дальше левее у нас идет тяга, газ. Дальше мы видим вон там такой манометр. Это манометр давления системы нейтрального газа. Дальше у нас идет первая, вторая ступень нагнетателя. За ним левее идет у нас сброс бомб, такой рычажок. Дальше вон там у нас скрывается манометр, показывающий давление в воздушной магистрали у нас. Чуть левее у нас есть такой штурвал, который отвечает за триммер руля высоты. А в этом штурвале есть еще один мини-штурвальчик, который облегчает и затяжеляет винт, то есть меняет шаг винта. Меняя шаг винта, мы тем самым увеличиваем или уменьшаем обороты двигателя. Дальше у нас есть такие вот ручки. Там еще одна есть, да? Это у нас перезарядка левого пулемета, правого пулемета и пушки. Дальше у нас, значит, высотомер, указатель скорости, указатель поворота. Указатель поворота показывает нам крен и скольжение нашего самолета. Дальше у нас есть тахометр, показывает обороты двигателя. Ману-вакуометр, показывающий надув. Значит, термометр воды, показывает температуру воды. Здесь у нас трехстрелочный индикатор, который показывает верхняя стрелка. Это у нас температура масла. Левая и нижняя – это давление масла. И правая и нижняя – давление бензина. Дальше у нас часы. Ручка уборки выпуска шасси. Дальше у нас, кстати, вот там есть у нас такой вольт-амперметр. И здесь у нас получается манометр, который показывает давление воздуха в аварийном баллоне. Здесь у нас штурвал, который у нас открывает масляный радиатор. А здесь у нас штурвал, который открывает и закрывает водяной радиатор. Значит, у нас штурвал. На штурвале имеется такой вот рычаг, который оттормаживает наши тормоза-колеса, то есть тормоз. Так. Ну, в принципе, все. С приборами и со всеми пультами, секторами управления мы познакомились. Теперь можно приступать к запуску двигателя. Пока двигатель у нас заводится, я вам расскажу, напомню о тормозах. То есть, те, кто смотрел мой первый влог по ЛАК-3, там я подробно описывал тормоза, да, и как они работают. Сейчас я немного расскажу для синих пилотов, которые просто переселят с синего на красные самолеты. И здесь есть такой небольшой нюанс. Давайте я вам покажу. Заходим в настройки, значение клавиш, основное управление. Дальше тянем вниз, доходим до осей, и вот здесь будет у нас оси. Если вы синие пилоты, перешли на красную сторону, то у вас будут назначены только вот эти вот две, два пункта. Левый тормоз и правый тормоз. Чтобы тормоза у вас работали на красных самолетах, вам надо назначить вот сюда вот ось. Ось, клавишу, что у вас там. То есть, тормоза, колеса, шасси. Это для красных самолетов. То есть, если вы появляетесь на филде, да, начинаете рулежку, там, и вас начинает крутить, там, то это признак того, что у вас вот эта вот клавиша ось не назначена. Поэтому заходим сюда и выставляем то, что вам нужно. Жмём применить. Так, дальше. После того, как наш двигатель запустится, сразу нужно открывать масляный и водяной радиатор. Хвостовое колесо на Як-1 у нас по умолчанию заблокировано, поэтому мы просто сейчас начинаем сразу движение. Так как у Як-1 у нас винт левого вращения, то реактивный момент будет наш самолет тянуть вправо. Для этого мы даём левую педаль и немного зажимаем тормоз. Даём тягу. Немного тормозом помогаем, чтобы самолёт нам не тянуло. Выдерживаем направление, которое нам требуется для руления по рулёжке. Не торопитесь. Перед тем, как выезжать на ВВП, смотрите по сторонам, чтобы никто не шёл на посадку и вы никому не мешали. Укатывайтесь на ВВП. Смотрите, вы можете сразу же разгоняться. Я просто вам хочу показать этот момент. То есть на синих самолётов, например, как на штуке, нельзя давать резко тягу при взлёте. Двигатель может выйти из строя. На Як-1 такой проблемы нет. Здесь регулятор оборотов работает довольно-таки неплохо и очень хорошо справляется с этим моментом. То есть можно давать сразу тягу от себя. Поэтому сразу даём максимальные обороты. Даём левую педаль и начинаем разбег. Рулим по полосе. Смотрим, чтобы мы никуда не ссержали. Можно немного триммера выкрутить на кабрирование. Смотрим на скорость. Где-то 180-200 км в час разгоняем. И тянем плавно ручку на себя. Сразу убираем шасси. Всё, мы взлетели. Дальше идём в набор. Фонарь можно закрывать сразу. Набор зависит... Угол набора, да? Угол подъёма зависит от ситуации, которую вы преследуете. Если вы хотите максимально быстро набрать высоту, то, конечно, у вас крым будет состоять из большого угла подъёма и скорость ваша будет где-то 270-260 км в час. При таком подъёме вы быстро будете набирать высоту, но пройдёте довольно-таки маленькое расстояние. Если вдруг ваша цель находится далеко, и вам далеко до неё лететь, то, в принципе, можно выставлять скорость 300 км в час. 300 км в час встать на меньший угол подъёма, у вас будет довольно-таки быстро идти набор высоты, и вы пройдёте больше расстояния. Если вам лететь ещё далеко, и вам нужно до точки долететь ещё быстрее, ещё быстрее, то можно разогнаться до скорости 400-450 км в час, немного задрать угол, сделать угол подъёма такой, чтобы шёл небольшой климп, небольшой набор высоты, и при таком наборе вы максимально быстро дойдёте до цели и наберёте достаточно такую неплохую высоту. Например, если вы будете лететь там 5 квадратов, да, то вы очень быстро дойдёте при таком климпе до цели и наберёте довольно-таки неплохую высоту. Поэтому выбирать вам, какой климп вам надо. Дальше. Переключаться на вторую ступень нагнетателя нужно на высоте 2300 метров. По высотному корректору данные такие. Вы часто спрашиваете у меня, как работать высотным корректором, как обеднять, обогащать смесь, на каких высотах, на сколько. Я сделал очень просто. Я выставил в настройках в простом редакторе автоматическое управление двигателем, поставил там галочку и начал набор. При этом я начал смотреть, на какой высоте и на сколько у меня будет автомат регулировать корректор, да, то есть обеднять смесь. С какой высоты он начинает. Так вот, я посмотрел и у меня получились такие значения. Корректор начинает переключать автомат на высоте 3800 метров на 70% выставлять. То есть, мы выставляем на 70%. Такое примерно положение. Дальше, следующее положение у нас... Так, секунду, вот смотрите, видите, 2300 мы прошли. Включаем вторую ступень нагнетателя и у нас надув стал больше. Вот смотрите, убираю, да? Надув стал расти. Так вот, вторая часть переключения корректора происходит на высоте 5600 метров. Как только он убирает 5600 метров, корректор переключается у нас на 50%. Вот в такое положение примерно он встает. То есть, есть два положения, 3800 и 5600. Вот автомат в таких положениях летает. То есть, получается, что это самые благоприятные условия для корректировки смеси, регулировки смеси. И запоминаем, значит, 3800 – 70%, 5600 метров – 50%. Только, конечно, не забываем то, что при спуске, при спуске, да, не забывайте, конечно, опять обогащать смесь. Не забывайте. Так, дальше смотрим сюда. Да, если бывают такие моменты, вы встаете в климп, например, температура за бортом, ну, жара стоит конкретно, двигатель может перегреваться. В таких случаях я просто выставляю обороты на 95%. Ну, это очень мало, поэтому двигатель будет нормально держаться в климпе и скорость не будет сильно теряться. Так, ну, давайте сейчас пойдем на посадку. Где тут наш аэродром? Улетели уже не туда. Так, давайте я вам сейчас покажу посадку такую экстремальную, да, очень быструю. Так, вот наш аэродром. Максимальная быстрая посадка. Например, вы летите там с заданием, надо быстрее, быстрее, скорость у вас огромная, там разгоняетесь, там быстрее пикируете. Чем быстрее вы посадите самолет, тем быстрее вы взлетите и так далее. Подходим к аэродрому вот с такого угла примерно. Максимально быстро. Скорость 650. Вот он угол, да. Все, убираем тягу, открываем, значит, фонарь. Выпускаем щитки заранее даже можно было. И если скорость уже 400, то можно сразу выпускать шасси. Делаем вот такие вот маневры, гасим скорость. Гасим скорость, затем выкручиваем триммера. Скорость большая, выключаем двигатель. Дальше, улучшение посадки происходит с зажатыми тормозами. Заживаем тормоза. Перед касанием выравниваем самолет. Все, мы сели. Без скачков, без ничего. То есть, зажатые тормоза нам улучшают посадку. Самолет меньше козлит. И без проблем сажается на очень больших скоростях. В общем, вся фишка в такой мягкой посадке, это хорошо научиться чувствовать высоту оставшуюся до касания. Другими словами, вы должны научиться четко и правильно определять расстояние от ваших шасси до земли. Когда вы начнете четко ощущать 5-3 метра оставшиеся до, вы без проблем будете начинать выравнивание именно на этой высоте. А дальше уже все просто. Дальше вы выравниваете самолет, идет у вас планирование, вы просто дорабатываете, по мере гашения скорости, вы просто дорабатываете ручку на себя, и самолет плавно опускается. Все. Самое главное, это чувствовать высоту. После этого вы сможете сажать любой самолет. Любой. Так что тренируйтесь, смотрите свои треки, ваши ошибки и недочеты. Смотрите, анализируйте, делайте выводы, что и как у вас где было не так. Так, ну мы идем дальше. Теперь давайте я вам расскажу, как летать на Яке против мессеров, так как мессершмитт является основным противником для Яка. Ну, в оке-вульте не считаю конкурентом Яку, так как эта машина ударная, и закручиваться с Яком я бы синим пилотом не советовал. Я считаю, что на Яке можно на равных драться с мессером, главное самому не загоняться в ситуацию, в которую мы чаще всего попадаем, именно тянем вверх до последнего за мессером. Именно в таких случаях меня избивали в бою один на один. То есть, ну, я тянул, пытаюсь попасть с трехстатом 500 метров, зависаю, а противник уже разворачивается и стреляет издалека. И так как скорость маленькая, то попадание проходит неплохо. Мы имеем повреждения, и дела потом уже становятся плохи. Поэтому сразу даю совет, не тяните до конца, если расстояние больше трехстая метров. Давайте поговорим о щитах, так как сейчас они имеют высокий момент оттормаживания. Щитки у Яка имеют два положения, это выпуск и уборка, и назначаются на две кнопки. Желательно, чтобы вы эти кнопки назначили на удобном месте, и чтобы вы без проблем могли их мгновенно нажимать. При нажатии кнопки выпуск щитков, выставляется определенный угол. Этот угол зависит от вашей скорости. Чем больше скорость, тем больше щитки будут поджиматься напором воздуха, и, соответственно, угол будет меньше. А при нажатии кнопки выпуск щитков на скорости выше 500 км в час происходит минимальный выпуск. И пока скорость не упадет ниже 500 км, щитки не будут выходить дальше, и управляемость самолета не будет становиться лучше. Но как только щитки после 500 км в час начнут выпускаться больше, то есть пневматика пересилит набор потока, и щитки будут выходить больше. Соответственно, и управляемость самолета будет лучше. Як очень хорошо держит скорость, и поэтому не стоит чрезмерно пользоваться щитками, потому что щитки очень сильно гадят скорость, тем более не забывайте про них, что они у вас вообще выпущены. Потому что я часто вижу, как яки летают с выпущенными щитками, даже после взлета, не говоря уже о бои. И также сразу хочу вам сказать насчет виража. Если вы думаете, что вы уйдете в вираже от мессера на выпущенных щитках, то вы ошибаетесь. Вы только сольете всю свою скорость, и так и останетесь в плохой позиции, но уже без скорости. Я всегда говорил, и буду говорить, что вираж это утопия, это полный слив, маневр растерянности, который вас загоняет в угол для битья. Потому что происходит следующее. Вы встали в вираж и выпустили щитки, но так как мессер имеет более мощный двигатель, чем якобы, возможно, даже энергии у него будет больше, то он сможет довернуть на максимальных оборотах, и, понимаете, он выйдет на огневую позицию все равно. То есть, если же вам удастся немного разорвать дистанцию виража, то мессер все равно уйдет на ее, и потом он все равно достанет вас на прострелах. Поэтому, вступая в бой, избегайте затяжных виражений. Выпускайте щитки, когда попало от фонаря, думаю, что они там вам помогут. Поэтому щитки выпускайте только, когда у вас, например, 6, вам нужно пропустить противника. Выпускайте, когда вы идете в довороте на прострел, то есть вам нужно немного довернуть, содрать нос. Сделали выстрел, потом раз, сразу же отпускаем щитки. Не держим их постоянно, не гасим скорость. Также щитки выпускайте в верхней части петли. То есть в верхней части, когда подходим, выпускаем щитки и немного режем угол. Быстрее проходим в верхнюю точку. Также щитки можно выпускать, когда мы зависаем, да, на вертикале ушли к противникам, и чтобы самолет нам лучше держать, да, и не провалиться под противника первым, нужно выпускать щитки. Также знайте, что яхта на маленьких скоростях, щитка немного маневреннее, мессершмиттер с закрылками. И мессер не любит маленькую скорость. То есть ему сложно управлять на маленькой скорости. Бывает даже такое, что мессер невозможно переложить на другое крыло, и он сразу теряет позицию. Больше используйте вертикальные маневры, перекладки и уходы под противника. Лично я стараюсь вообще затягивать мессер постоянно в петли. Если позиции и скорости были одинаковые, то мессер благополучно сливается. Если же мессер имеет, конечно, чуть больше энергии, то он может достать, может, да, на максимальной тяге. И он может выйти на огневую позицию. Поэтому здесь надо быть внимательным, следить за моментом выстрела и вовремя менять траекторию, не давая ему меткострелять на упражнение. Все, что я вам сейчас рассказал, вы, скорее всего, не поймете. Я бы, наверное, тоже не понял, если бы я был новичком. Для меня вообще лучше, наверное, один раз увидеть, чем сто раз услышать и прочитать. Поэтому я постараюсь вам все объяснять в своих будущих уроках. По мере возможности буду делать уроки и описывать вам все нюансы, тонкости. Все, да. То есть каждый момент постараюсь вам объяснять, как что происходит, что нужно делать, что не нужно делать. Это будет потом, да, дальше. Сейчас давайте поговорим о радиаторах охлаждения на Як-1. Смотрите, значит, масляный радиатор на Як-1, он меньшего размера, чем водяной радиатор. Из этого мы делаем вывод, что масло требует меньше охлаждения, чем вода. Значит, водяной радиатор нужно открывать больше, а масляный меньше. Но дело в том, что разница при таком раздельном управлении со камер радиаторов составляет всего 5 км в час. И если для вас эта цифра значимая, то лучше пользоваться управлением радиаторов на кнопках. Лучше настроить кнопки. А если для вас 5 км в час большой роли не играет, и, может быть, вы не хотите заморачиваться с максимальными температурными режимами, выставляя совки радиаторов по отдельности, то вам лучше, конечно, повесить управление радиаторами на ось. Просто на одной осью будет у вас два радиатора висеть, и вы будете одновременно открывать два радиатора. Лично для меня 5 км в час это немало, особенно когда дальняя погоня на дальнее расстояние. Ну и, в принципе, отдельное управление это всегда реалистично, поэтому я за то, чтобы управлять реалистично на кнопках. Есть еще один плюс в управлении на кнопках. Сейчас я о нем расскажу чуть позже. Как догонять противника на Яке я уже вам показывал в одном из видео своих уроков. Могу лишь добавить, что в большинстве случаев, когда я летал на Яке, я догонял мессеров без проблем, так как большинство синих пилотов, увы, не умеет пользоваться ручным управлением радиаторами и тем более ручным управлением шаговинта. Ну и чтобы получше знать критические, максимальные температурные режимы, я вам советую зайти просто в простой редактор, взять самолет, полностью управление двигателем и посмотреть, какие температуры, насколько быстро приходят до максимальных значений, насколько хватает этих максимальных значений до повреждения двигателя, как держать температуру, как не допускать ее завышения. Все это потренируйтесь, и в будущем это очень сильно вам поможет. Идем дальше. Давайте я научу вас дотягивать на неисправном двигателе как можно ближе к филду или даже до посадки. Очень часто бывают такие случаи, когда ваш двигатель повреждается от вражеского огня. Повреждения двигателя бывают разные. Например, после попадания в двигатель сразу начинают заливать фонарь. Это повреждение одно из самых худших, так как идет потеря масла, и если сразу не лететь домой, то масло просто в системе не останется. Двигатель начнет работать на сухую, и вскоре он просто-напросто у вас остановится. Что же нужно делать на Як-1, чтобы дойти до филда домой? Сразу идем, после такого повреждения, мы сразу же разворачиваемся и идем домой. Так как это очень серьезное повреждение. Разгоняемся до скорости 350-370 км в час и встаем в набор. Выдерживаем заданную скорость в наборе. Зачем мы это делаем? Объясняю. Значит, пока мы полностью не потеряли все масло, нам нужно набрать как можно больше высоты и пройти как можно больше расстояния. Высота нам нужна для того, чтобы иметь возможность планировать на филд. Когда двигатель у нас остановится, у нас будет еще высота, на которую мы успеем заклипиться. То есть, чем выше мы заберемся, тем дальше мы сможем спланировать. Также не забывайте, что посадка будет считаться, если вы сели в радиусе 3 км от филда. Не важно, как вы сели, плюхнулись, разбились, у вас все поотлетало, но вы живы. Все, у вас будет посадка. Насчет этого вы можете не волноваться. Значит, дальше мы полностью открываем масляный радиатор. Водяной радиатор мы закрываем и оставляем всего лишь 10%. Так как, смотрите, если мы откроем радиаторы, водяной радиатор на 100%, то мы потеряем скорость где-то 13-15 км в час. Поэтому нам нужно закрыть радиатор водяной. Не важно, что температура будет повышаться. На Яки можно летать долго с повышенной температурой. И все равно последующие действия с легкостью понизят температуру. Так что это нормально. Дальше мы смотрим на температуру и ждем, когда она начнет расти. Как только температура пошла расти, поднялась вверх, да, выше, мы встаем в горизонт, разгоняемся до скорости 400 км в час, убираем тягу до 70%, обороты понижаем до 2200. При таком режиме у нас будет держаться скорость в районе 400 км в час. Температура воды у нас начнет приходить в норму, но можно открыть радиаторы до 30%, водяные радиаторы, и на температуру где-то в 105 градусов обратно закрыть радиаторы до 3%. Температура воды будет оставаться в норме. Тем самым мы сократим сопротивление от совка радиатора, и наша скорость, конечно же, увеличится. Но, когда стрекла температуру масла, дойдет до значения в 115 градусов, возможно, даже на 120 градусов, возможно, температура воды уже начнет подниматься и расти. Этот рост мы будем парировать медленным открыванием створок с удержанием температуры воды около 110 градусов. Теперь вы понимаете, как важно иметь раздельное управление радиаторами. Если бы мы встали в набор со всеми закрытыми радиаторами, то температура масла бы намного раньше повысилась, и тем самым наш двигатель бы получил критические повреждения намного раньше. А если бы мы полностью открыли все радиаторы в очередь, то потеряли бы в скорости более 20 км в час, что очень много для данной ситуации. Ну, а дальше просто, значит, идем в таком режиме, и двигатель будет все хуже и хуже работать, и в конце он все равно встанет. Дальше просто планируем. Планируем, стараемся держать скорость где-то 200-230 км в час. Желательно выкрутить триммера, ослабить давление на ручку, и просто планируем. Перед посадкой можно, конечно, лучше выпустить щитки, чтобы не разбиться. Так, ну и дальше давайте рассмотрим еще один вариант повреждения двигателя. Есть еще такое повреждение двигателя, когда начинают подергиваться стрелки на прибору. Но это повреждение намного легче предыдущего, и поэтому здесь не обязательно вставать в набор, а наоборот нужно быстрее скинуть тягу, и оборот, как в предыдущем случае, закрываем радиаторы до 3%, оба радиатора закрываем, и в таком режиме мы можем с легкостью пройти от 3 до 7 квадратов. И помните, что желательно держать скорость 380-400 км в час, не больше, потому что если у вас будет скорость больше, то, соответственно, у вас показания будут больше, то есть надув и обороты у вас будут, соответственно, больше. А чем больше у вас будут показания, то тем больше у вас будет нагрузка на двигатель, и тем быстрее ваш двигатель будет выходить из строя. Так что обращайте на это внимание. На этом урок у нас закончен. Следующий урок будет совсем скоро. Следующий урок будет посвящен обзору. Многие из вас жалуются, что плохой обзор, начинают устанавливать всякие программы, и не понимают, почему они видят, например, а у меня в видео я все вижу. Следующий урок будет посвящен именно этому моменту. Я покажу вам все свои настройки, все свои программы, что у меня установлено, посмотрите мой трекир в игре, как у меня что настроено. Я вас научу, как делать правильный обзор, и мы обсудим, почему вы видите, почему вы не видите. В общем, урок будет посвящен полностью обзору. Ну все, на этом у меня все. Всем спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok